Кроссовер Хавейл Дарго вышел на наш рынок меньше года назад, а уже подоспела новая модификация, отмеченная литерой X. Принято считать, что это сокращение от слова Extreme, а потому в случае полноприводного автомобиля невольно ожидаешь увеличения внедорожного потенциала. И не зря, потому что одна из главных изюминок новинки — это блокировка заднего дифференциала. Не электронная имитация, которой сегодня не удивить, а настоящая механическая блокировка, работающая на скоростях до 38 км в час. На кроссоверах этот традиционный внедорожный атрибут встречается исключительно редко, потому и возникает вопрос, зачем он здесь? Объяснение простое и довольно логичное. Блокировка нужна не столько для заездов по тяжелому бездорожью, где дарго скорее всего не окажется, сколько для преодоления с виду простых участков, на которых диагонально расположенные колеса теряют связь с покрытием. Часто выручает электронная имитация, но она не срабатывает на низких оборотах. Поэтому двигатель приходится крутить, отчего старт с места происходит с рывком. В некоторых случаях это может обернуться пробуксовкой и риском снова застрять. Механическая блокировка позволяет тронуться с места плавно и в целом обеспечивает более полный контроль над машиной. Кроме того, специальный режим Off-Road Expert позволяет полностью выключить всю страхующую электронику, кроме АБС. В режиме песок можно использовать внедорожный круиз-контроль. Машина получила новый пластиковый обвес, включающий переосмысленные дизайнерами бамперы и фальш-радиаторную решетку, а также накладки на арке. Версия X выглядит заметно брутальнее обычного дарго. Есть, впрочем, и поводы для расстройства. Так, исполнение X не предлагают в начальной и максимальной комплектациях. Иными словами, многие современные системы вроде проекционного дисплея, памяти сидений и встроенного массажера при всем желании не получить. Во всяком случае, пока. В ходовой части и силовой установке отличий от обычного дарго никаких. Под капотом по-прежнему бензиновый турбомотор объемом 2 литра и мощностью 192 лошадиные силы, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Надо отдать новинке должное, она действительно вносит приятное разнообразие в мир слишком уж похожих современных кроссоверов и предлагает водителю важные дополнительные возможности. В отличие от обычного дарго, собирать эту модификацию на тульском заводе не планируют. Все машины поедут из Китая. Продолжение следует...